так я уже показала вам два мотка вот такие большие я даже не знаю как они называются но я просто попробую еще показать вам да и для себя я поняла что вязание это очень важно записывать для себя видео потому что это по сути единственное место где я могу потом найти что-либо это я уже поняла все видео которые у меня записаны по вязанию я открыла и ну понятно что так как канал я больше всего вела и в принципе у меня остается очень много видео о блокнотах которые я тоже виду у меня сейчас новый такой опять виток в блокнотной истории планер именно истории планирования я много раз рассказывала но не не сейчас об этом о малискин я вам покажу еще а вот эти видео я записываю для того чтобы потом вернуться и увидеть что шоцебуло как я говорю шоцебуло потому что я выкидываю этикетки я ничего потом не запоминаю а так я записала для себя показала что я делала и чего я делала значит вернемся вернемся к такому бактусу это бактус это треугольный платок такая хустынка ее можно завязывать на шею зимой или на голову или носить как шаль продается в принципе вот такая пряжа такие большие большие матки можно так использовать можно вязать с однотонной пряжи можно вязать большие маленькие и так далее там самое основное это дружить с расчетами некое построение треугольников с прямыми с прямыми сторонами или равносторонними и так далее с острыми косыми и вот я у меня уже есть один я связала его с пряжи катя конечно показать какой он у меня он у меня огромных размеров носится он можно на шею да вот так вот на спину или на шею вот если на шею то это вот так вот вы заматываете у вас впереди под пальто или под курточкой вот такая получается длинная шаль вот так вот и здесь вы горловинку делаете и все это пряжа катя испанская пряжа здесь есть акрил здесь есть шерсть есть акрил точно так же как и в этой пряжи но в пряжи катя здесь больше шерсти какой шерсти опять же нужно будет возвращаться к видео чтобы посмотреть пряжей катя я несколько раз уже работала вязала мне она очень понравилась и вот здесь вот такая как я вязала я у меня было два одинаковых клубочка с таким это не секции это наверное как-то называется когда затонировано от одного цвета или от более темного к более светлому и переход в такой рыжий да вот это один клубочек я дошла до этого угла прибавляла с одной стороны а потом добавила и пошла дальше пошла 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 с другого клубочка в обратном направлении и так у меня получилось вот такое полотно мне оно очень оно очень текучие так сейчас мне нужно будет включить еще раз я надеюсь я включу лампу потому что не так хорошо видно как бы мне хотелось и так вот такое полотно получилось у меня да судя по всему сейчас у меня выключится ладно показываю для того чтобы вы понимали что я хочу связать еще раз я уже стирала стиральной машине на режиме шерсть это огромный платок от хвостика до хвостика здесь два метра вот так вот два метра можно обмотаться это крутой классный длинный современный шарф но мне кажется что такой платок более практичный в моем случае его можно очень очень интересно носить как вы видите я вижу его обычной вязкой это наверное называется платочная до вязка когда вы все время вяжите лицевые вот я отсюда начала и так раз 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 прибавляла 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 туда и обратно туда и обратно я вязала лицевыми есть мастера которые вяжут иначе я продолжаю это делать именно вот так и и вот вот эта пряжа которую я решила использовать еще для одного предыдущие части видео было два но сейчас покажу только этот хочу связать несколько таких образцов здесь спицы рекомендуют я не я говорила три с половиной четыре так нет три с половиной три с половиной рекомендуют спицы я попробую на три с половиной четыре посмотрим что с этого получится мне нравится как он выглядит здесь такой белый не кремовая часть вот наверное в сравнении здесь хорошо видно вот именно такая беленькая переходящая чуть-чуть такой салатовый приятный цвет лайма дальше идет потом он смешивается и внутри переходит в такой серый нам производитель говорит начинайте изнутри это по желанию можно начать изнутри здесь нужно правильно подумать как разложить нити это пряжу пока я не знаю как ее разложить но 1 хватает на на весь платок если в предыдущем мне понадобилось два то этого хватит на весь моток потому что здесь 250 грамм и 950 метров еще раз для себя же записываю три с половиной миллиметра здесь 20 альпака 80 акрил альпака очень мягкая и она выпустит немножко пух 250 грамм 940 метров этого больше чем более чем достаточно и что нам еще это yarn art yarn art flowers альпака вырубництво турция вообще-то здесь нарисована ручная стирка но у меня есть платок из альпаки я его постирала итальянский его постирала в стиральной машине он стал еще лучше и краше чем был я вам показывала в нескольких предыдущих или просто предыдущем видео какой он стал пушистый значит вот такой эксперимент я попробую